Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня есть нерешённая проблема, которая корнями уходит в детство, я был отвергнут отцом, поэтому у меня страх, что меня бросят и отвергнут. Как с этим бороться? Спрашивает аноним. Я думаю, что, ввиду малого количества информации, я могу только спрашивать вас, в основном только задавать вопрос. Судя по тому, что вы пишете, вы довольно таки хорошо осведомлены о наличии у себя проблемы. Вот. Ну то есть вы хорошо знаете, что у вас есть такая проблема. Вот откуда вы об этом знали? Откуда у вас есть такая информация? Дело в том, что поняли ли вы это сами? То есть вот сами как-то узнали. Прочитали в интернете или в книге какой-то. Нашли. Откуда вы это узнали? Почему вы доверяете этой информации? Почему вы считаете, что это ваша проблема? Отдаёте ли вы себе отчёт в том, здесь, что в какой-то степени вы обвиняете во всем сбоеваться? Конечно, ваш папа мог поспособствовать тому, что у вас, ну, имеются определённые страхи. Но всё-таки боитесь вы. И то, что вы, вот, что называется, нашли у себя проблему. Вот. Связано оно. Понятное дело. С вашим. Папа. То, что вы нашли у себя проблему. Вот. Не приближает вас к её решению. Потому что очень легко обвинить. Обвинить. Ну, например, вашего папу в том, что вот папа с вами происходит. Очень легко. Обвинить. Обвинить. Сказать, что, а, ну, это вот из-за отца у меня такой страх есть. Обвинить на эту ситуацию для вас позитивнее с позиции личной ответственности. В позиции того, что, да, в жизни на нас влияют люди. Это правда. Но, как действует... Всё равно... Выбираем... Мы. Сам. Вот. И... В какой-то степени вы... Когда... Ваш... Ну, ваш папа, да, вас... Отвергал. Вы выбрали... Согласиться с ним. В том, что он вас отверг, потому что с вами что-то... Что-то не так. Конечно, вам больно. Вам больно. Вы боитесь быть отвергнутым, потому что вы в себе что-то не принимаете. Вы боитесь быть отвергнутым, потому что... По вашему мнению, ваш отец... Что-то вас... Не принимал. Собственно, именно поэтому... По вашему... По вашему мнению... Он вас отверг. То есть вот... Что-то со мной не так... Что-то со мной не так. И... Соответственно, папа это заметил, меня отверг. Теперь... Другие люди... Заметят... Что со мной... Что-то... Что-то не так... И так же меня отвергнут. Как... Как и... Мой... Отец. А что с вами не так... Спрашивать... Эээ... Спросите вы... Что может быть с вами не так... Вот очень интересно... Что вы считаете с вами не так... Эээ... Очень важный момент, что... При... Отвержение... Достаточно... Здравой... Реакцией... Является злость. Это... Защита... И... Личных... Границ... Человека... Это... И... Сохранение... Человека... Своей... Идентичности... Своей... Идентичности... Своей... Идентичности... своей целостности, но очень часто, и я думаю, что вы не исключение, злиться нам запрещают. Вам, скорее всего, злиться запрещают, злиться нельзя. Вот вы и себе злость и подавляют. Подавленная злость это, в общем-то, часто и бывает страх. Когда я на страх не реагирую так, как мне бы хотел, подавляю в себе свой страх, свою злость, точнее. Я не реагирую на какую-то опасность, я подавляю злость, а потом я боюсь, вот, это очень частая манда, поэтому как у вас все дела с злостью, как вы ее проявляете, проявляете ли вы ее, разрешаете ли вы ее себе. Это, как мне кажется, очень важный аспект вашей ситуации. И лично я, думаю, предполагаю, что злиться вы себя запрещают. И тем самым любой человек, который вас отвергнет, будет прав, любой человек, который вас отвергнет, по сути, будет вас определять. И вот это, как мне кажется, является для вас тем состоянием, в котором вы пребываете. То есть, иными словами, страх – это невозможность опроектировать то, что я чувствую. Страх – это невозможность опроектировать то, как я, например, отношусь к той или иной ситуации. Вот что такое страх. Понимаете, да? Поэтому нужно посмотреть, что вы подавляете и выливаете. Но тогда вы рискуете не быть тем, чем вы, тем, кто есть сейчас. Вы рискуете выйти за пределы этого. Вы рискуете показать себя с другой стороны. А вы, наверное, думаете, что, если вы так сделаете, то любить вас не будут. Так вот, с этой стороной своей личности вам нужно познакомиться. сейчас вы ее подавляете. Вы пытаетесь компенсировать, как бы, отсутствие этой части вашей личности, скажем так, принятием другого человека. Но если эта часть вашей личности у вас появится, то принятие другого человека станет не так рад. Вы не будете на нем концентрироваться. А если вы ко всему прочему еще обратите внимание свое на то, чего вы хотите для кого-то, ну, для какого-то конкретного человека, обратите на это внимание и проявите не то, что вы хотите сделать сейчас, чтобы компенсировать что-то, ну, вот, во себе. А именно, для другого. Это совсем по-другому представляет вам контакт с ним. Согласитесь? Но, мой взгляд, это довольно интересно. Но это требует работы, конечно же. Работа над собой, работа с собой. Не борьбы. Про борьбу никто не говорит. Никто не говорит про борьбу. Бороться с собой не нужно. Почему не нужно? Потому что то, что вы испытываете, есть у каждого. Просто этому, видите ли, не так много уделяется внимания, как вам. Вы этому много уделяете внимания, но у всех где-то есть. У всех. Вы уделяете этому большое количество внимания. Потому что не замечаете ничего больше. Если вы сможете заметить, я думаю, что вот тогда ситуация и начнет выправляться. Ну, это процесс. Сначала вы. Проживете выразить свои чувства. Которые у вас сейчас есть. По отношению к, например, вашему паду. По отношению к его, ну, поступку. По отношению к его решениям. Вам нужно увидеть в этом себя. А просто ли это сделать? Пожалуй, что нет. Именно поэтому вам нужна поддержка. Самостоятельно вы можете с этим не справиться. Следующий важный момент. Важный момент. На который я бы очень хотел обратить ваше внимание. Для чего? Ну, вот если вы хотите бороться, то зачем? Вы хотите менять свою жизнь. Для чего? Для чего? Что вы будете делать в этой жизни? Для вас? Обратите внимание. Я не говорю вам этого не делать. Я говорю вам только о том, что необходим смысл. Личностный смысл для того, чтобы что-то менять. Потому что это не всегда легко. Сделать. Понимаете? В чем штука? И чем ярче для вас этот смысл, тем легче вам будет идти. Тем важнее для вас будут те препятствия, которые вы будете встречать на своем пути. Они будут показывать вам, что направление вы выбрали. Верно. И вы будете это делать, что называется, живо. Живо не в смысле быстро, а живо в смысле эмоционально в это вовлекается. А не как робот. Или не как человек, который выполняет домашнее задание. Не как человек, который работает. Работает. Потому что это не работа. То, о чем мы говорим, это не работа. Это ваша жизнь. Поэтому я и спрашиваю у вас относительные цели. Почему? Потому что, когда человек говорит бороться, он подразумевает, что для него это очень важно. Если что-то очень важно, то, извините, это не хочется терять. И как бы вы головой не понимали, то вам это мешает. Тянет это назад, как бы головой, если вы себе в этом не отдавали отсчет. Все равно, все равно, все равно, вы будете за это держаться. И вот что бы такого не случилось, что бы не случилось такого собопаза, я задаю вам этот вопрос. Скажите, пожалуйста, общаетесь ли вы с папой? Сейчас. Взымайтесь, будьте ли вы с ним? Есть ли у вас возможность с ним поговорить? Или эта возможность утеряна? Ну или вы не хотите это? Не столь это важно. Сейчас. Ну просто скажите. Есть ли у вас контакт с вашим мастером? На данный момент. На данный момент. На этом все. Я надеюсь, что. Мой ответ был вам полезен и интересен. Я надеюсь, что дал вам пищу для размышлений. Вы молодец, что начали об этом говорить. И я бы хотел, чтобы вы высказали все, что у вас есть относительно этого. Я бы хотел, чтобы вы начали с того, чтобы рассказали, что вы думаете про своего отца и про себя. И говорили желательно про свои ощущения, про то, как вы это чувствуете. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. С чего, собственно, и начнется работа. То, что вы хотели бы менять. Ну а если отвечать на ваш вопрос кратко, я специально проберу это наконец. Я бы сказал так. Как борются через психотерапию посредством психотерапии. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.